доброго времени суток дорогие друзья сегодня у нас несколько необычная программа необычная наверное потому что такого уровня причем в прямом они переносном смысле гости у нас в студии впервые я его с удовольствием представляю нас в гостях но начну с главного трехкратный олимпийский чемпион после этого уже наверное депутат государственной думы российской федерации александр александр карелин александр здравствуйте александр вы знаете ну вот как снег на голову нас буквально сегодня предупредили что приехал карелин естественно мы набрались наглости попросили вас о визите и очень любопытно самим было наверное нашим зрителям тоже как почему так внезапно в чем причина приезда вас комсомольцы во втором по очередности определения в том что я представляю единую россию в том что как снег нагло для нас результат выборов в первом туре которые прошли 9 сентября не очень ожидаем потому что мы считали что комсомольчанин шпорт выдвижение среди на россия напомню все таки будет воспринять своими земляками более хоть и требовательно но тем не менее с очевидным расположением поэтому я здесь чтобы объясниться почему я например столько лет служу в единой россии здесь для того чтобы поддержать выдвижение вячеслава ивановича в сложном споре сейчас уже во втором туре накануне 23 когда пойдет второй этап голосования александр ну вот так сразу так сходу без икивоков но это радует скажите вы в общем-то в комитете госдумы по международным вопросам теперь уже по энергетике по энергетике по шел за опытом в энергетике вы сами как считаете в чем причина вообще вам скажу так что за всю мою бытность комсомольске на амуре участие в выборах разного уровня это наверное первый случай когда выборы губернатора дошли до второго тура у вас есть какая-то собственная версия почему моя собственная версия да но я считаю что компания построена с огрехами вот я не вникал в детали не предполагаю кого-то критиковать но на тех двух встречах которые мне сегодня удалось провести одна из которых была украшена моей встречи с борцами с юными она не несла на себе оттенка просьб и агитации предполагаемой а все-таки мы разговаривали больше о возможности сильнее но в более взрослые говорят о том что мало информированности говорят о том что при очевидном наличии улучшений при сохранении стабильности в регионе тем не менее кто-то пытается присвоить себя глава вячеслав иванович он так красноречиво молчит считаю что его правоту и его местность в управление и администрирование его и так все должны знать хорошо поэтому здесь как раз проблема с подходом к освещению и не только компания так понимаю потому что сейчас вот подошли ко мне на улице трое немолодых уже людей и говорят нам очень не хватает информации как сделано как сделав какую программу в этом вступили что повлекло за собой это вступление и многое другое поэтому здесь убеждена собственной правоте она сыграла так понимаю злую шутку с избирательным штабом вячеслав ивановичем и поэтому он сравнял свои шансы с другими претендентами то есть получается александр мы тогда говорим о не о каких-то дефектах избирательной кампании получается говорим вообще о построении информационной политики информационная политика раз и второе избирательная компания это не только встречи кандидата избирательной кампании ведь есть замечательный оборот доверенные лица например есть удивительно определение участники штаба при том что это не люди которые находятся на формализованных должностях это те кто в этот сложный период используя свой опыт свой авторитет для того чтобы объединить его с авторитетом кандидата в данном случае в прямом участии вячеслава ивановича спорта о чем идет сейчас каждый должен расширить команду доверия это очень важно в такие периоды не только уповать на вас как на медиамагнатов на людей которые фабрикуют общественные не только уповать на формализованный штаб и максимально широкое сотрудничество в обсуждении в сборе наказов кто-то говорит что это с того а я понимаю что личное участие персональная просьба поддержки более деятельного я не предполагаю что может быть более деятельным именно так оказать уважение прийти и попросить учитывая что сам тем более исполняющий обязанности не может прийти учитывая что на период выборов он становится исполняющим обязан он не может прийти к каждому вот здесь как раз многоликость той самой команды доверия она приносит большую часть успеха и большую часть узнаваемости понимания восприятия струугодно ну и как следствие итогов на избирательных участках вы знаете слушая в принципе с вами согласен я просто сразу это экстраполирую на себя лично и вообще на ту информацию которая идет ну допустим в государственных или около государственных сми у нас на мой взгляд есть определенный перекос мы очень любим на первые полосы выдавать достижения перерезанные ленточки запуск чего-то в производство в эксплуатацию а стратосферу стратосфера совершенно верно и очень не любим мы говорить о проблемах вот вы как депутат государственной думы действующий прежде всего вы ведь наверно понимаете что ну вот уровень муниципалитета уровень края это в принципе модель государства небольшая и действует они исключительно в правовом поле правовое поле у нас ну на мой взлажняет вопрос усложняет короче а задайте короче короче вы знаете может быть просто действительно есть резон побольше рассказывать о процессах и о трудностях я узнаю такое публичная политика это нахождение на обозрение как минимум вот в чем задача депутата гуздумы кстати в шкуре которого на вячеслав иванович тоже имел возможность находиться мы с ним работали вместе в парламенте федеральном это дело в том что мы являемся офицерами связи между властью и соответственно населением между государством и гражданами в этом задача тех кто избирается и губернатор он подпадает под эти определения в эту категорию входит обязательно поэтому информирование во первых когда вы говорите по муниципальный уровень замечательно 131 закон для чего был принят для того чтобы муниципалитеты имея автономии имели к этим автономии еще и возможности то есть какая-то часть бюджетного финансирования передается на уровне муниципальные те самые трансферное распределение поэтому об этом нужно рассказывать почему меняется у нас часто система избирательная знаете появляются те или нести потому что мы до сих пор учимся выбирать потому что у нас были периоды когда чернуха и все решалось как это назывался черный пиар потом мы поняли что спекуляция это не самое главное надо все-таки рассказывать о достижениях перерезанием ленточек и открытием новых проектов а я считаю что иногда история личного успеха человек который может быть не входит в категорию представителя в мера чистоганной наживы он не бизнесмен он даже не директор на государственном предприятии он например учитель пусть физкультуры со своими проблемами с муниципальным подчинением со всем остальным вот этого нам не хватает я в этом на самом деле искренне убежден потому что иногда принимаем на себя сложные не свойственном копирки ажиотажных новостей мы забываем о главном что ведь люди которых мы не показываем по телевизору не приглашаем вот ваши несложно организованные вот эти возможности они ведь живут они создают правильные очень нужные для государства вообще ценности если ведь обучили в физкультуре он воспитывает граждан трудоспособных нет у нас он его никто по телеку не покажет но мы показываем на самом деле вы задали мне вопрос я отвечаю поэтому задача вот нет не только информирование а и культуру этого информирования прийти и заявить мне сейчас если уж вы любите поострее я же понимаю с чем связаны нарекания ко мне как депутату госдумы пенсионная реформа если артуре но если я буду ну не совсем святой если я буду скрывать свое отношение к этому мне же от этого легче не станет и не станет легче тем кто именно на меня сукоризны смотрят я считаю что время нельзя откладывать дальше да был период когда шоковая терапия об этом президент сказал государство владимир владимирович путин когда шоковая терапия была неуместна потому что слишком много шока было в нашей истории мы еще не отошли от свободных цен от многого-многого другого сейчас мы будем перекладывать продолжительность выросла соотношение меняется многие не разобравшись считают что солидарная система пенсионной защиты она заключается в том что мы откладываем на свою пенсию нет работающий сегодня платят тем кто не работает они платят предыдущим поколением работников сейчас мы близимся к тому что это один к одному не хватает увеличивать все государства в этом поучаствовали и с развивающимися экономикой состоящими такими например как германия поэтому менять нужно вопрос как это объяснять опять же то есть вы считаете что пенсионная реформа это необходимо это необходимость потому что продолжительность жизни увеличилась соответственно без принятия этого решения мы можем отказаться от пенсионной системы поступить как недалеко отсюда расположенный китай каждый сам на себя сколько отложил столько получаю в старости но по-моему подобная система сам на себя работает в сингапуре если мне память не изменяет и в сингапуре но там есть отличие там очень развита страховая часть если вы хотите об этом там очень развита страховая часть потому что государство помогает тебе то что было сделано у нас добровольная страховая часть была то есть приходишь заключаешь с пенсионным фондом соглашение до по-моему там тысячи рублей в месяц до 12 тысяч в год совокупно можешь сейчас уже эти периоды прошли знаете сколько народу воспользовался ты имел возможность сколько меньше тридцати процентов от потенциальных просто никто сильно не разбирался все предпочли что лучше сейчас не откладывать да ну что вопрос сложный категорически вопрос почему я за принятие этих сложных решений потому что дальше откладывать неправильно потому что дальше это будет уже сложно прогнозируемым и с в общем-то подвигающим на скажу к разрушению системы а я напомню что за этот период сколько кризисов было девяносто третьего года когда последняя конституция была принята шесть шесть но при всем при этом государство ни разу не отказался своих обязательств социально общественно то есть мой характер государства не изменили хотя объявлена частная собственность принят рынок как доктрина развития экономики поэтому чтобы все это сохранить это сейчас необходимое действие и то что начиная от принятия в первом чтении мы почти два с половиной месяца не почти два с половиной месяца шли к тому чтобы потом все это было закольцовано в виде парламентских слушаний даже специально из отпуска отозвали всех участников палаты и потом президент тщательно наблюдая за обсуждением в регионах все категории сохранил все случаи сохранения льгот предусмотрел и северные народы и горячую сетку и сотрудников промышленного комплекса поэтому это же говорит о том что проблема насущнейше острейше но прятаться от нее нельзя даже ценой даже ценой снижения уровнем доверия к единой россии как партии александр истиналович вот вы у нас в принципе то не первый раз в комсомольске именно я у вас второй раз вы да в прошлом году я был на юбилее голода точно даже могу назвать фамилию причина по которой заказался имя отчество могу его назвать назовите стручков виталий константинович это я так знакомого персонажа именно он почему-то сегодня является доверенным лицом вячеслава ивановича шпорта именно он является его общественным помощником хотя у него тоже есть претензии к жизни и как у северянина урожденного и этнического и как у человека который возглавляя кафедру манипулирует залами которые построены методом хоз стройки хоз способом несмотря на то что это государственный университет но тем не менее он именно так изнутри меняет отношения к спорту к борьбе к спорту студенческому в том числе и остается очевидным признанным авторитетом не только в сфере спортивной педагогики но и педагогики вообще именно он мы по моему с магадана ехали с одного из там турниров он не подошел сказал хочешь мне сделать на юбилей подарок я вот так у вас же все он говорит нет нет вот 85 лет комсомольско родного это вот лучший твой приезд это твой лучший подарок за комментарий спасибо но спросить я хотел чуть-чуть другую вещь вы приехали с разницей в год визуально на ваш взгляд за год какие-то из года лучше ну-ка асфальт ровнее потому что я вижу что то что даже не доделали к 85-летию сейчас намного ровнее разметка совершенно свежая поэтому для меня сейчас проще воспринимать праздничное для меня сегодня несмотря на тревожные симптомы второго тура комсомольск мне понравилось сегодня больше с прекрасного далека из город героя москвы с точки зрения депутата госдумы ваша оценка вообще перспектив развития дальнего востока в целом и комсомольской в частности вот у нас допустим декларируется такая точка зрения что это промышленный центр он действительно уникальный промышленный центр потому что ну два завода здесь в один с тридцать второго года стоит я изучил историю да 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 еще есть один из них профильный специально для завода есть одна подробность с точки зрения из москвы я смотрю на все это через призму новосибирской небольшого полуторамиллионного городка в азиатской части россии в котором я имеющий жизнь и работать именно так но по совместить еще в москве работаю так вот большой промышленный центр по комсомольск это очень верно потому что я имел возможность просто раз в прошлый свой сюда возможность приехать я видел как ребята сориентированы как они заинтересованы в том что их направление в вуз чревато для них стопроцентным трудоустройством потому что их ждет завод в новосибирске ведь там тоже есть предприятие подобного рода в полутора миллиона я вас вынужден поддержать у нас есть предприятие которое может конкурировать с вашим авиазаводом вот и я тоже то есть на данном случае конкуренция на самом деле украшает наше предприятие больше учитывая повод находящийся почему потому что мы лучше нормально но патриотично но поспорил бы но у нас таких предприятий достаточно у нас три академические городка которые сегодня входят в одну академию то есть это академия наук классическая соответственно академия наук медицинских и следующий у нас это сельскохозяйственных конечно же три академические городка в одном городе поэтому очень похоже у вас замечательный по-настоящему индустриальный город вот как вы считаете русский дальний восток русский дальний восток основное словосочетание для кого-то здесь конец география для меня на начало отсюда отсюда мощь а когда считаешь почему например транспорт строился три причины знаете по которым стоят оттанцы и мне ну транспорт строили еще в царские времена да за 10 лет а знаете почему его строили три причин не вникал то глубоко наверно если вы не вникали даже в судьбу завода который проигрывает новосибирскому нет судьбу завода я раз вникал просто судьбу транссиба и так делая из них это переброска живой силы и военной техники для сдерживания милитаристской японии даже тогда военные задачи второе закрепление территории переброска населения по железной дороге и только трение и оживление экономических связей стратегия вы стратегия живущие здесь стратегия русские которые пришли сюда и осваивали западную восточную сибирь дальний восток это это же часть сейчас можно претензии к ним предъявить нам с вами что сюда рука москвы не дотягивается что сюда асфальт доводят остывшим или призма как-то искажает там новосибирская даже александр саныч но вы наверное знакомы с ситуацией на дальнем востоке одна из проблем отток населения наоборот то есть поедут к вам новосибирске я знаю не поедут как состоявшиеся едут едут так и соответственно дальше транзитом газоид ну тоже можно то есть получается что как минимум дальний восток если эту проблему не решит он будет просто потихоньку стареет как решили эту проблему занятость отвечая на ваш вопрос занятости я в этом искренне убежден только занятость и не только на стратегических объектах обороны оборонных где можно на образцах новых вооружений современных получиться поработать послужить но вот на таких предприятиях как авиазавод как верфи чтобы не только экзотика мари и сопок привлекала сюда на пейзажи полюбоваться и туристический поток закрепление только с одним связано работа развитие предприятия учитывая что все не могут работать на гигантов нам здесь столько гигантов просто не нужно то соответственно все возвращается к одному и тому же когда президент заявляет о 20 миллионах новых рабочих мест думаете что это ну надеюсь это конкретные планы совершенно занятость занятость некоторые рыночники начиная по моему с гайдара который егор они утверждали что в условиях рыночной экономики предприятия расположены вот мы приравнены к северным территориям да допустим климат у нас такой непростецкий принципе как и у вас новосибирске наверное и и они брали такую парадигму что здесь все дороже здесь все не рентабельно ну или с низким уровнем рентабельности и поэтому вот опять таки вы говорите да у вас новосибирский конкурент стоит ну ближе транспортное плечо ближе логистика ближе управленческие связи вы думаете почему я начал с транссиба я же не предполагал что вы вспомните светлой ему память реформатора ну вспоминаю иногда потому что а я другого сегодня вспоминаю Столыпина думайте почему есть рынок а есть стратегия я намеренно на этом слове настаиваю на этом определении стратегия это очень важно поэтому конечно что ну все сосредоточить в Москве финансовый промышленный капитал остальным что делать чем здесь заниматься рыболовством на удочку с одним крючком чтобы харюзу поймать к столу но как-то не очень хорошо поэтому разумное делегирование распределение стратегии я не говорю о возрождении госплана но мы сейчас подошли плотно к тому наверное рубежу когда мы должны позволить себе рассматривать не только рыночные критерии жить не только оценками финансового капитала то что нам предлагают английские американские теоретики а исходя из размеров государства исходя из роли нашей исторической вспомните Петра Аркадьевича в том числе о чем он говорил закрепление территорий освоение их территорий доступность и то что делает «Россия» сегодня продолжая спортивные комплексы театры в малых городах Комсомольске это уже не относится он не входит в категорию малого города но тем не менее о чем идет речь чтобы и культурные и физкультурные и спортивные возможности были доступны чтобы везде было одинаково комфортно жить и чтобы сходить в театр не нужно было ехать пять часов до краевого центра или лететь еще потом восемь часов до Москвы или до Новосибирска где есть уникальный академический театр оперы и балета например пять с половиной всего лишь поэтому мы сейчас об одном и том же с вами говорим не только рынок вы же понимаете что я надеюсь судя по вашей требовательности в глазах вы же понимаете что на самом деле ведь мы когда пытались после развала Советского Союза любой ценой понравится другим державам мы утратили очень многое мы сократили производство мы сократили ареал распространения представительства наших там интеллектуальных других представителей академию наук подрихтовали не в своих интересах а чтобы понравиться кому-то мы даже вооружение сокращали в одностороннем порядке думая о том что мы кому-то понравимся практика показала что никто это не оценил это сочли за слабость а не за проявление миролюбия сейчас мы к сожалению опять говорим о том что доктрина к тому чтобы интересы России были учтены и в этом огромную роль в международных комбинациях в этом огромную роль играет в том числе и Дальний Восток поэтому здесь рентабельно должна считаться исходя с поправкой на государственные интересы я говорю сейчас о тарифах транспортных и о многом-многом другом не о дотации а о общепринятом правилах особый порядок Александр Александрович а как вы относитесь к тому что допустим во многих странах ну где есть территории с похожими климатическими условиями ну предположим та же Канада какая-нибудь провинция Соскачевана или та же Аляска вот там для закрепления людей в первую голову делают так что вы живите здесь обживаете территорию и соответственно федеральное правительство или правительство штата за это дело доплачивать для того чтобы человек мог допустим отработать достойно 9 месяцев а потом уехать в отпуск ну не туда куда ему денег хватит там до Приморья дотянуть а куда сердце попросило то есть там предпринимаются вот такие какие-то субсидийные меры у нас до сих пор еще пока муссируется вопрос по северным то есть северный у нас сейчас платит работодатель насколько я понимаю эта тема обсуждалась причем на уровне Госдумы не раз не два и ряд политиков местных прежде всего по-моему Вячеслав Иванович не против был что северные надо платить все-таки из казны доплачивать ну для того чтобы опять-таки местные местный бизнес местное производство сделать более конкурентоспособным вы к этому как относитесь я очень хорошо к этому отношусь но есть одна простая подробность разумной достаточной если здесь доходная часть бюджета у вас много городов с таким потенциалом по вкладу в экономику края как комсомольск на море ну я думаю вдруг комсомольск владивосток может быть нет 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 только в крае а в крае ну в крае один комсомольск я полагаю потому что даже хабаровск наверное уровень промышленности там все-таки попроще чем у нас здесь вот вы ответили на на самом деле мое опасение поэтому чтобы сделать мы все равно стоим для чего мы все это сшиваем почему появились полпреда если вы не помните в свое время чтобы унифицировать законодательство сделать развал федерации юридически невозможным чтобы не было в уставах краевых областных республиканских не было таких пунктов которые бы предполагали возможность разрушить связи с федерацией цементировать государственность федерализм тот самый поэтому сейчас мы все равно приходим к тому что изменится трансфертная политика мы к этому подходим медленно но я надеюсь что верно поэтому доплачивать из казны да большую часть отдавать на полномочия субъекта согласен есть предприятия разной организационной формы собственности кто-то с доходностью работает огромно у кого-то станочных операций на единицу продукции или доходность мягко говоря трудно различима в микроскоп но они выполняют стратегические задачи поэтому чтобы все это ранжировать нужно здесь все это делать чтобы не возрождать госплан поэтому чем больше здесь будет налогоплательщиков я сокращаю ответ чем больше будет налогоплательщиков здесь тем больше будет возможности у субъекта от лица государства мотивировать нахождение здесь мы сейчас позволили зазоры хотя у нас нет сегодня региональных товаропроизводителей об этом тоже сказано главой государства есть национальные есть те кто на территории России производит но мы там зазоры до 5% значит по местным налогам разрешаем федеральные законодательства мы как государство имеют александр а как вы относитесь к вопросу который постоянно сейчас муссируется что надо привлекать инвестиции надо привлекать инвестиции надо привлекать включая иностранные инвестиции и вроде как то у нас это уже вроде как знаменем каким то что должен прийти инвестор и как то нам жизнь улучшить построить здесь предприятие еще и как то обустроить вокруг предприятия все но я вот допустим так полагаю что инвестиции человек вложил деньги да это рискованное вложение но основная цель эти деньги все таки отбить запустить их то есть это же не банковский кредит это риск определенный заработать заработать как вы оцениваете вот сейчас сузимся до комсомольска инвестиционную привлекательность его я не так часто здесь бываю я знаю нескольких а просто по жизненному опыту нескольких людей кто готов сюда вкладывать и они сейчас у них нет каких то там невыполнимых запросов им нужна стабильная ситуация им нужна стабильная власть они говорят мы готовы потому что у нас там цикл оборота 5 лет мы не готовы рисковать чтобы завтра не вступать в новый договор с представителем с новым представителем власти на новые особенности не отвечать поэтому такие люди есть но я с вами согласен не только иностранцы должны приходить сюда мы должны сделать так чтобы престижно было вкладывать в экономику деньги нашим согражданам не из какого-то отдаленного зарубежья а именно у нас здесь поэтому первая история стабильность вторая история чтобы было интересно третья подробность вот мы сейчас о спорте же много говорим здесь не хватает бассейнов где здесь в комсомольске конечно здесь бассейнов хватает не хватает хватает я вам объясню почему я об этом заговорил видите как сразу вызвало возмущение потому что бассейнов хватает вода но как она достается за чей счет если за счет семейный это одна история не хватает тех которые могут за счет муниципального заказа работать пришло в школу школьники пошли начали тренироваться и плавать уже за счет бюджета городского я об этом сейчас говорю я сейчас об этом говорю то есть надо сделать так чтобы муниципалитет не тратить на общий строй и так сокращу но потом спокойненько предлагать там всем школьникам иметь воду доступную за бюджетный счет не за счет семей понятно о чем идет речь поэтому сейчас вкладывать вот мы первый шаг сделали заводы построили бассейны по программам бассейны построили сейчас нужно сделать так чтобы они были для населения доступны чтобы они не обременяли семейные бюджеты а для этого доходную часть бюджета города как минимум поднимать со счет чего опять за счет создания новых предприятий субсидийных ну вот вы же ответили на мой вопрос поэтому инвестиции я вообще сторонник одной простой подробности нам не нужны финансовые капиталы нам нужны технологии которые сюда придут вот не деньги не банковские деньги а вот средства которые вот заводы я не знаю там в общепит куда угодно в сельхозпереработку глубокая переработка нам нужны эти технологии здесь это занятость во-первых во-вторых это технологии в-третьих это высокая добавленная стоимость кто-то об этом сказал мы же до сих пор на него ориентируемся на тени старика Макса все-таки без денег то наверное никакие технологии уж тем более сельское хозяйство здесь нырять не получится длинные кредиты нужны длинные малопроцентные тогда бы я думаю все это получилось бы то есть когда еще обсуждался вопрос об участии местного предпринимательского сообщества в тассерах то есть у нас есть площадки они у нас потихонечку обрастают там инфраструктура вот один из вопросов был первый вопрос это рынок сбыта естественно то есть ничего не сделай все равно надо это сбывать второй вопрос это длинные кредиты под ну вменяемый процент все и тогда бы люди все равно все приоритет в технологии я с вами не соглашусь если вы за сельхоз продукцию заговорили ну такого количества ни сои ни зерновых ну нет потребления надо более глубокую переработать надо конечный продукт делать здесь то есть не останавливаться только тем что ты вас сделал привез технику понятно агротехнологии применил нам нужны технологии к сожалению мы по внедренческой части их упустили и то что сегодня у нас год науки отмечает президент в новосибирском академическом городке это же тоже знак что традиционные центры развития науки они должны оставаясь очагами фундаментальных изучений все-таки выталкивать на рынок те самые прикладные свои изобретения на рынок не только государству чтобы было выгодно это приобретать я сейчас говорю о технологиях именно о технологиях поэтому технологические инвестиции они больше важны связано кредитование я так понимаю учитывая как вы разбираетесь это намного лучше меня все же просто многие государства где перепроизводство продукции в том или ином секторе они своими банками не дают кредиты на через границу они кредитуют свои предприятия а предприятия поставляют туда оборудование то есть они своего товаропроизводителя поддерживают и соответственно осуществляют интервенции инвестиционные вот то же самое все же придумано на нас Александр Александрович а вот смотрите у нас сейчас получается все госкорпорации а их у нас представлены не менее четырех Роснефть Газпром объединенная строительная корпорация объединенная судостроительная корпорация вот в свое время когда вот эти предприятия строились еще при Советском Союзе тогда предприятием вменялось в обязанность вокруг себя развивать социалку сейчас они у нас так немножечко зацентрализовались окуклились и в принципе в принципе немножко абстрагировались на мой взгляд от города что-то они делают безусловно полезно но не в тех объемах как раньше раньше вот у них зоны ответственности прям были много зонов да и соответственно получается что и зарегистрированы они все-таки ну по адресу основной прописки в Москве соответственно налоги идут туда по месту регистрации по месту регистрации говоря об изменении трансферной политики я об этом говорил что один из на мой взгляд возможных вариантов это налогоочисления по месту производства то есть это обсуждается это обсуждается очень активно с большим количеством борений прений всего остального это очень сильно обсуждается есть шанс что какое-то компромиссное решение допустим чтобы интересы госкорпорации были соблюдены и говоря об интересах госкорпорации мы говорим о централизации трансфертов в руках государства госкорпорации помните был период когда нас естественные монополии обсуждали только в категорически негативном тоне ну естественно и МПС и соответственно Газпром и многие другие структуры а потом выяснилось что оказывается эта форма позволяет нам наполнять бюджет и выполнять те самые общественные обязательства государства поэтому разумное распределение я надеюсь что оно наступит в ближайшие периоды потому что мы гарантии по стабильному существованию федерации можем себе уже в общем-то говорить что они достигнуты унифицированное законодательство доминирующее признанное объединяющее русского языка что очень важно потому что он объединяет все количество народов которые населяют нашу бескрайнюю родину теперь самое главное разобраться с деньгами чтобы субъектов доноров и субъектов соответственно дотационных мы не сравнили их соотношения чтобы каждый имел возможность в себя распоряжаться той самой десятирной региональной кстати вот этот проработка проекта по укрупнению регионов субъектов прошу прощения она в какой стадии сейчас находится сейчас на повестке не стоит особо горячих насколько я знаю то есть пока просто территория обсуждения ну сейчас обсуждение идут но радиоукрупнение это же неправильно но я так понимаю это именно для того чтобы подвыровнять баланс между профицитными бюджетами и дотационными какими-то подровнять баланс то есть попытаться найти равновесие сейчас эти попытки происходят и госкорпорации кстати в этом принимают активную часть в том числе энергетические наши монстры с перетоками со многим другим но сейчас вот готовых к внедрению к объявлению объединений сейчас нет все это в стадии такой прогнозной деятельности понятно хотя бы что эти вопросы стоят в повестке хотя бы в обсуждении тоже хорошо Александр Александрович ну вот вы спортсмен в принципе с молодых ногтей с 13 лет если мне память не изменяет вы ушли в спорт с головой ну как ушел мы можем под воду вы сами давали интервью я читал что когда вы ушел оборот неправильный пришел в спорт так правильно хорошо ладно уйти можно в лес вы вот как человек который посвятил тому жизнь три олимпиады ну остальные достижения просто перечислять не буду их очень много как вы считаете вот сохранилась у нас в нашем информационном обществе при нашем уровне внутренней политики сохранилась ли роль личности в истории обсуждают давным-давно вот это вы смешали это я смешал да чуть-чуть информационная политика и ленинский тезис о роли личности в истории а почему нет то есть ничего плохого в ленинском я не полицаю я просто констатировал просто у вас получилось как у Марата Башарова знаете в одной из вещей они в антрепризе где играют про стриптизеров по английской пьесе у него там есть замечательная реплика она звучит как запихнуть незапихуемое сейчас примерно то же самое произошло в вашем вопросе хорошо ладно разберемся с моим вопросом я уточню конкретизируем вот сейчас у нас я считаю что это абсолютно нормально идет определенная борьба двух кандидатов в губернаторы но только что вы говорите что вот мы выровняли мы выстроили систему которая позволяет от Москвы до самых отдаленных регионов создать управленческую структуру которая все наконец-то вот устаканилось и вот сейчас можно уже заниматься вопросами более такими прикладными какими-то более привязанными конкретно к людям но в таком случае если система есть в системе даже губернатор это ведь все-таки исполнительский уровень высокий но исполнительский ну так получается высокий тогда какая разница кто станет губернатором разница есть и тезис я же не просто так вернулась с ленинским основам потому что к сожалению институты наши слишком молоды и очевидно что мы только-только я считал что мы в четырнадцатом году отправились вот этой растерянности унизительной после развала союза все думали к какой модели мы должны прислониться а сейчас понимаешь что все это поэтому роль очень важна кто-то из ваших коллег написал о том что Вячеслав Иванович человек слишком лояльный то есть мягкий и никогда не пытался душить оппозицию отдавал возможности появления всем сейчас это звучит упреком развивать демократию разве это плохо и сейчас просто-напросто роль важна важна восприятие важна в том что я убежден что когда все-таки пелена спадет и те кто считает что да разницы нет или хочет погорячее чтобы эти выборы прошли здесь в Хабаровском крае они поймут что все-таки лучше сейчас дав знак выбрать и выбрать последовательность выбрать спорта для чего потому что роль важна налажены контакты есть встраивание в общепризнанную поддержанную большинством населения государств в систему где единая Россия является одним из трамплинов в том числе и на значимый хоть и не высший пост губернатора края поэтому об этом идет речь роль важна то есть пока мы не в состоянии отказаться от этой самой роличности хотя с другой стороны я думаю но если брать по справедливости я честно говоря не принадлежу ни к одной из партий но просто пытаюсь рассуждать но ведь ЛДПР это тоже многочисленная парламентская партия конечно многочисленная старейшая партия но я вам должен признаться только в одном почему единая Россия знаете нет вот я в 99 году пришел по призыву своего замечательного товарища он тоже обладает дефекциями дикции сейчас он известен как министр обороны российской федерации создавали единство фронтировались бились противостояли на региональных уровнях с отечеством потом нашли в себе силы объединить сначала в союз 4 депутатские группы объединения в рамках парламента потом на основе этого была создана единая Россия мы единственные кто объединились ЛДПР четко выдержанно никого не приглашает не привлекает не расширяет свое присутствие остальные партии ну про еще одних старейшим говорить не хочется потому что из-за того что они захотели расширенной автономии для республиканской партии мы государство потеряли под названием Советский Союз все остальные новомодные поэтому способность к объединению проявили только мы способность к ответственной даже с угрозой потери рейтинга партии решением которое приносит эффект я напомню у нас например было решение вот на в начале моей неожиданной в начале моей неожиданной для меня деятельности как депутата Госдумы это переработка облученного ядерного топлива в чем только в каких только какими только термины нас не упрекали помойку сделать ядерную когда посчитали статистику когда поняли количество инвестиций технологических опять же количество хранилищ качество этих хранилищ последствия для окружающей среды переработка реактора второго третьего передела тогда сейчас все улюбилось никто об этом не помнит а вот мне например досталось мое чучело не окрепшего тогда еще мозгами депутата сжигали перед моей приемной дважды вырезали контуры и сжигали а потом была история с монетизацией тяжелейшая история до сих пор рукается кстати конечно потому что нужно научиться все таки натуральные льготы или финансовое выражение как к себе относиться это кстати один из законов который привел косвенно но к прямому эффекту под названием продолжительность жизни увеличилась а как вяжется монетизация с увеличением продолжительности выбирали ты получишь льготу там на вставные зубы или ты зубы будешь бедить с молодым и получишь это деньгами а такая мотивация но она скрытая но она работает она скрытая но она работает вложение в здравоохранение о модернизации о которой говорили тоже столько копий сломано сначала вложили сделали дооборудовали высокие технологии появились у нас не как что-то инопланетное там томография та же самая высокоточная новое поколение установок всех от кардиографов до рентген установок вложение в перинатальные центры а сейчас сейчас оборудование замечательно но зарплата у медперсонала не дотягивает до средней по экономике в регионе я напомню где-то хорошо все и доплаты и льготы где бюджеты избыточно достаточно а где их не хватает пока дотация дойдет уже половина докторов убежала поэтому мы же все это решаем но постепенно в этой связи единая россия это инструмент который делает государство более устойчивым и организованным ни больше ни меньше это не трамплин это не возможность там запрыгнуть не ступенька не подставка тем более именно именно так именно так ну что ж Александр Александрович спасибо за откровенное исчерпывающее объяснение вот ну но вернусь чуть-чуть к спорту все-таки в комсомольске на ваш взгляд вот вы сегодня пообщались в принципе борьба то у нас она тогда называлась классическая сейчас она грехоримская стала она всегда была я приехал сюда поступать в институт когда-то давным-давно в восемьдесят пятом году откуда приехали в Самурской области есть недалеко от благовещенства это ваше ответ кстати косвенный на ваш вопрос роль комсомольской нормы ну тогда немножко скажем мотивации я во-первых мечтал строить самолеты все детство ехал я сюда на авиационный завод и поступать в институт именно сюда чтобы иметь возможность работать именно здесь но когда я закончил в девяносто втором там уже немножко другая эпопея была но не суть ваша государство стало другим да совершенно верно если бы государство не стало я бы сейчас начальником цеха был может каким-нибудь главным инженером а может быть вы кстати были соискателем названия учитывая что завод ваш трамплин для губернаторов учитывая тогда губернаторов то не было советских все равно ну это уже по партийной и вот тогда у нас я вернусь почему по партийной были же исполкомы в данном случае края исполкомы исполкомы тогда были именно исполкомы были крайкомы края исполкомы было было разделение власти разделение было хорошее рулили всегда горкомы горкомы порткомы и так далее первое лицо в данном случае видите как многое изменилось сейчас рулит исполнительная власть законодательная помогает а партия является одним из инструментов формирования законодательной или представительной власти и это очень хорошо согласен к спорту вот у нас борьба была тогда классическая классическая сильно развитая очень хорошо стручков уже здесь и стручков уже был он у меня даже физкультуру вел по моему вот видите да прошли годы он завкафедра он у вас и вел конечно да прошли годы и вот сейчас допустим как вы оцените потенциал комсомольска как города спортивного я могу сказать что ваши спортсмены в борьбе закрывает все возможности которые есть в крае все представители достойные хабаровского края они отсюда из комсомольской школы борьбы то есть вот эта школа это не только классики это и вольники потому что мне тоже предпочтительнее все-таки называть вид спорта который дал мне быть объектом и вашего терпения сегодня называть все-таки классической борьбой я выговариваю чем в Григориевской где две этих замечательные буквы с одним плохим звучанием для меня поэтому здесь лучшая лучшая школа и то что несмотря на изъяны несмотря на вопросы сложно решаемые наболевшие уже периодами но и тренер Виталий Константинович тоже служит борьбе он тоже пришел за отцом тоже работает тоже работает и поэтому конкуренция есть полный зал ребят сегодня разного уровня подготовки понятно что для сегодняшнего прозрачного по информации века для многих срабатывает это предательская мыслишка что если он живет в комсомольске то прорваться ему невозможно к олимпийским вершинам но это не так ну на самом деле школа лучшая она сохранена это относится не только к классикам не только к вольникам вообще я считаю что большая часть спортивных достижений края Хабаровского это все-таки комсомольск поэтому комсомольск на Амуре кроме того что это город студенческий и промышленный это город спортивный я с вами соглашусь есть огромный потенциал нужно только немножко его поддержать поддержать согласен хотя не только у нас греко-римская борьба бокс я сказал другие единоборства и не единоборства пловцы грецы акробаты сегодня подходил Александр председатель федерации городской это очень сильно радует но я думаю что не прекратится это главное чтобы главное чтобы город развивался я думаю тогда все будет нормально Александр Александрович я даже не знаю что спросить вы знаете традиционно не знаю где надо заканчивать тогда а вот мы так и сделаем традиционно каждому гостю обязательно выделяется в завершении интервью просто вот сказать что сердце просит обратившись к нашим зрителям слушателям нашим согражданам поэтому все что вы хотите сказать сейчас комсомольчанам пожалуйста завершение ну учитывая период учитывая сложность ситуации со вторым туром и что вы не смогли определиться 9 сентября я считаю что сейчас нужно подумать об одном когда ты думаешь о диетарных ограничениях ты же не пожелаешь ни себе ни своим детям слишком остро слишком горячей обжигающей пищи но когда есть выбирательная компания считаю что это очень правильно поэтому оставайтесь умеренными выбирайте простую но очень важную подробность последовательность последовательность и помните о том что несмотря на сложности в развитии жизнь стабильна природные катаклизмы преодолеваются без особенных потерь по крайней мере то что может сделать государство и администрировать вот эти возможности здесь губернатор сделано при участии Вячеслав Ивановича шпорт поэтому приходите поддержите его о каких-то еще более хороших правильных вещах и о том прогрессе создавайте поводы обязательно вы же фабриканты до новых встреч дорогие друзья до свидания